В Центре детского и юношеского технического творчества провели фестиваль «Мастерство юных». Он дает возможность проявить юным славянцам свои творческие способности, показать знания и умения, которые они получили в ходе занятий в течение всего года. Проявить себя участникам нужно было по нескольким специальностям. Официант-бармен, парикмахер-универсал, визажист. Как отметила медатист Центра технического творчества Ольга Музыченко, главное то, что ребята с удовольствием принимают участие в этом конкурсе и получают дополнительные знания. Дети, прозанимавшись 2-3 месяца, уже хочется им показать свое мастерство, которое они получили у нас от наших педагогов и которое могут уже воплотить в жизнь. И мы даем им такую возможность. Вы поняли, что, например, у парикмахеров мы не приглашали жюри, потому что это очень сложный первый конкурс. И ажурное плетение в разных видах, и самое начало. Но детям важно почувствовать себя ответственным за свою работу, за то, что они делают именно сейчас и сегодня. Сусана Асланян первый год учится нелегкому делу парикмахера. В конкурсе участвует с большим удовольствием. Ведь это, признается девушка, дополнительный опыт, а также повод проверить свои силы. Прическа под названием «Нимфа», которую она представила на конкурс, была со сложной технической задумкой. Сегодня буквально за час делала эту прическу. Идет три косы из пяти придей, а потом остается хвост. Из этого хвоста мы делаем розочку, закрепляем и украшаем. И прическа получается. Члены жюри определили лучших из лучших. В каждой номинации были свои победители. Им вручили грамоты, а остальным участникам благодарственные письма. Весной в Центре детского и юношеского технического творчества проведут итоговый фестиваль «Мастерство юных». К тому времени ребята станут более опытными и смогут еще больше удивить жюри своими знаниями и навыками. Тина Копачевская, Игорь Иванович, программа «События». Тина Копачевская, Игорь Иванович, программа «События».